всем привет вот наконец-то нашла время записать ролик ну скажем так появилась причина которая сподвигла потому что как-то не хватает времени то одно то другое время бежит время бесценно и тем не менее проходит время и ты понимаешь что ты не успела записать то что ты хотела но сейчас появилась причина я решила все-таки собраться с духом собраться с мыслями и как бы просто записать как беседу как разговор как поделиться допустим своей информацией своим наблюдением и что самое интересное 20 вот хочу рассказать просто свои цели были у меня много они есть и среди этих целей как бы мечта цель потому что то о чем я мечтаю я все-таки пробую делать шаги шаги у меня многие разного направления скажем так я люблю мантры я люблю медитации как бы пробуешь много есть мантры мудрые на похудение все это мы пробовали да вот я имею ввиду себя этому говорю мы но я к чему это клоню к тому что я пробуя все не видела результата но единственно не то чтобы все я не веду для себя то что я считала приемлемо допустим изнуряющие там голодовки там еще что-то мне как бы не подходило я пыталась одно время допустим думаю а не покушай там сутки посмотрю что будет как бы разгрузка тем более что везде говорят я имею да вот новую литературу которую ты читаешь там библии везде как вверху так и внизу как внутри так и снаружи я естественно для себя я это понимаю другой кто-то говорит да нельзя там мясо кушать нельзя там то а я голос конечно у меня я посмотрю если ролик не понравится я его удалю потом перезапишу но в данный момент я не простывший я думаю что это результат моих действий это последствия вернее моих действий вот и о своих наблюдениях так как я занимаюсь целительством на протяжении 27 лет скажем так я очень много видела людей разные ведущий образ жизни и сказать что допустим те люди кто отказались кушать мясо что они живут лучше и здоровее чем те люди которые мясо не едят ну скажем так что я увидела достаточно большое количество людей которые не едят мясо вегетарианцы но у них очень много проблем по здоровью поэтому допустим я говорю со своей колокольни со своего наблюдения со мной люди можете даже не спорить потому что я всего лишь говорю о наблюдениях но я ничего не доказываю но я делаю выводы для себя и допустим я люблю мясо но сказать что я помешана допустим да там встаешь ты съедаешь тазик нет допустим вспоминаю молодость съедаешь там кусочек мяса и ты наелась и получила в принципе удовольствие у меня была подружка она съедала целую курицу и она не могла наезд от того кусочка мяса который ее и вы знаете она была энергичная она была подвижна она была стройная поэтому сказать что мясо причина болезни и всего остального я не могу сказать почему потому что все таки все что мы кушаем пьем должно быть в рамках границы не должно зашкаливать за какую-то норму допустим да если я могу съесть там какой-то 200 грамм 300 грамм мяса если рядом положить помидоры и огурцы ведь то что есть в мясе мы все равно не получим из растительного направления скажем так вот не знаю почему но это опять же мое мнение я вообще я говорю я наблюдатель по жизни я очень много читаю вот эти описание то нельзя то нельзя а почему нельзя говорят яйца нельзя думаю я росла на яйцах и братья сестры мои росли на яйцах знаете мы в принципе мы здоровы и ты начинаешь понимать что здесь что-то не так мы всю жизнь пили молоко у нас была корова у нас была коза у мамы вот я выросла на яйцах и на молоке это было самое такое что каждый день и довольно такому приличном количестве вот и я чувствую себя абсолютно здоровой и когда не ешь мясо наоборот и чувствуешь что у тебя кружится голова там или еще что-то и я же говорю что это при всем при том что ты не кушаешь много но наверное раз мы пришли на эту землю все-таки у нас предназначение в другом не отказывать себе в какой-то там еде допустим мясо или еще что-то хотя здесь тоже вопрос я бы сказала да почему человек если говорит убрать белковую пищу начинается приводиться в пример молоко яйца и мясо ну мясо все говорят что прежде чем убили животное но испытала какие-то эмоции мы состоим из эмоций а что произошло когда курица снесла яйцо или у коровы подоили молоко какие-то негативные эмоции объясните мне в то же время если это исключается то исключается да там типа растительная пища но мы же не коровы которые пришли и должны жевать ту траву одну траву я скажу так все должно быть равновесие обратите внимание везде пишется гармония равновесия значит у нас должно быть и мясо и должно быть столько же растительной еды доход чтобы было равновесие если есть какие-то вот эти вот слова как внутри так и снаружи я к чему это все говорила а к тому что когда мы кушаем готовим кушать у нас грязная посуда у нас грязные тарелки кастрюли казаны мы же их моем и если применить это как сверху и внизу снаружи и внутри значит если мы считаем что мы где-то лишнее кушаем там кто-то пьет кто-то курит у нас должна быть чистка внутри это самый важный момент понимать это сделала вывод я для себя я никому его не навязываю просто если кому-то это понравится кто-то будет со мной согласен я буду рада что есть такие единомышленники вот хочу рассказать такой момент вот о себе я в принципе из-за этого и решила записать ролик в один момент когда я все-таки пыталась устраивать себе разгрузочные дни голодовки потому что я это понимала но мне не хватило силоволи допустим до определенного времени доходишь там после обеда и у тебя уже трясет и так пока ты там сделаешь себе омлетик или еще что-то чашку чая понимаете вываливается с рук трясется вот это всех у тебя настолько ты хочешь кушать мне даже говорили что это повышен сахар что тебе голодать нельзя очень часто головные боли я пробовала мне действительно болела голова вы знаете такие головные боли что но я нашла как с ними справляться но сам факт что именно во время этого это сознание подсознание все это борется не принимает то что ты решил поголодать я вот это все думая 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 пробуя читая мантры медитации делая мудры на похудение и вы знаете в один прекрасный день я встречаю просто рекламу нейрографика рисунки там думает а ну и удалила опять там заходишь на фейсбук опять у тебя во всю эту вот нейрографика думаю да что это такое и опять нажимаю удалить и вот в принципе мне вот эта информация шла 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 я ее удаляла удалял думаю блин надо будет потом удалила и думаю надо нажать там три точечки и и будет удалить там или навсегда или отказаться от этой рекламы сейчас есть такие вот возможности в контакте и фейсбуке точно есть в одноклассниках не знаю и когда мне пришла в этом мысль думаю еще раз встречу удалю так чтобы она больше у меня не повторялась захожу в контакт а там целая петиция расписывается что делает эта нейрографика и опять же предложение на курсы естественно я уже понимаю что ну вселенная стучит мне стучит а я это все выкидываю понимаете хотя я в принципе понимаю что я уже так на протяжении лет так 15 и получаю вот так информацию я могу задать вопрос включить телевизор я услышу ответ я могу открыть книжку задав вопрос какой-то там вчера допустим меня что-то интересовало и сегодня я нахожу либо в книге либо в в каком-то тексте либо еще где-то поэтому я в принципе поэтому я и говорю что я много читаю чтобы получать ответы вот так мне приходит информация пусть даже это оказалось рекламы естественно я иду на youtube я нахожу нейрографику я нахожу павела пискарева смотрю его там все что о чем они говорят и вы понимаете что-то со мной происходит я начинаю рисовать я никогда в школе не рисовал это вообще у меня но тройка наверно была чисто наше советское время советский союз нам все-таки ставили тройку даже за смелость сейчас я такого направления не вижу вот но в наше время если ты что-то там такое делал но не мог выучить или рассказать но ты там написал красиво подробно и тебе уже ставили троечку вот поэтому мне на рисование наверно ставили за то что я все-таки что-то пыталась сделать поэтому я скажу честно я двоечница да по рисованию и тем не менее я взялась за нейрографику конечно там когда я читала про нейрографику я не думала о похудении там о том чтобы не то чтобы о похудении я не думала о том чтобы что-то начать делать ну как бы я уже пробовала и просто я уже читаю мудры мантры с мудрами совмещаю вот на похудение нашла мудру нашла мантру и вот я себе периодически это читаю да я вот сижу тоже у меня был такой человек с которыми я беседовала вот и когда ему говорю что чтобы мы не делали читали мантру извините люди даже заговоры читают молятся да мы что-то просим церковь идем я всегда говорю о чем бы мы не просили просто так нам на блюдечке не дадут ну согласитесь ведь девушка просит выйти замуж даже придя к бабушке которая там что-то почитала что девушке нужно сделать ей нужно выйти в кино на танцы там погулять по парку какие-то вечеринки друзьям где-то нужно знакомиться с людьми ну согласны вы со мной вот чтобы она встретила конечно редкий случай да вот там пришли на день рождения кто-то пришел с кем-то и пришел с другом там или наоборот неважно но это же бывает один я даже бы не сказала из десяти поэтому я всегда говорю что нужны действия но так как я только читала мантры и делала мудры совмещала с мантрами я как бы ничего не больше не применяла последнее время но мысль цель у меня была допустим я писала даже правда как опять же все про говорят что нужно цель мечту прописать естественно я прописываю сейчас свои цели у меня их конечно очень много и я их прописываю и вот рисуя нейрографику понимая что она дает вот вот просто пару дней порисовав пару рисунков попадаю я на ролик с ютуба сухое голодание я же понимаю что я уже пробовала и не раз и не пять и не десять за пару лет я пробовала много-много раз это у меня это не получалось это я говорю какой-то трясучий мандраж головная боль тошнота в глазах темно вот больше чем 12 часов я выдержать не могла но мне же стало интересно почему я встретила это сухое голодание естественно там ролик небольшой я вообще не люблю все что длинное поэтому но длина это час-два я так скажу если это в пределах там 20 минут 30 минут я посмотрю и и если у меня нет времени я это отложу там посмотреть попозже и вот я просмотрела этот ролик про сухое голодание вы знаете как то мой организм включился принял эту информацию настолько я бы сказал не на 100 а на 200 и вот увидев этот ролик там числа 24 25 обычно я знаю что если голодать там что мы хотим потерять вес постройнеть скажем все нужно пробовать начинать на убывающую луну так как мы же хотим избавиться от чего-то лишнего а здесь получается практически почти полная луна как новолуние вот я бы сказала по моему новолуния и получается ну полная убывающая луна прошла получала а правильно 26 число это был четвертый день убывающей луны а я почитала где-то вот там 23 до 20 посмотрела ролик если честно я даже не знала что это убывающая луна просто сейчас говорю я вспоминаю что я потом таки посмотрела мне стало интересно на какую луну я попала и естественно так как я занимаюсь практикой целительства то я понимаю что три дня ушли но если нам нужно какие-то действия обычно мы выбираем первые три дня полной луны первые три дня растущая луны первые три дня новолуния и первые три дня убывающая луна это то что если мы хотим что-то совместить то эти дни несут очень сильную энергетику потом уже нет в принципе смысла но я на тот момент даже не задумывался луне и это наверное скорее всего были больше отнеслось бы к развенчиванию мифов но не скажу почему потому что я просто поменяла формулировку слов понимаете я не поставила цель похудеть уменьшить там вес и все остальное я поставила приобрести стройное тело понимаете вот ну чтобы не задумываться потому что мысль пришла идея пришла желание пришло ведь это самое главное у меня пришло желание да как там бывает может что-то не делает я грубого что ты не делаешь он говорит и жду вдохновение вот у меня пришло вдохновение я бы так сказала и терять это время естественно я решила не терять потому что если пришел вдохновение должно что-то получиться на момент 26 число я взвесилась у меня 110 килограмм 500 с половиной на тот момент если конечно меня люди кто видел до женщина крупная здоровая но мне никто такой вес принципе не дал бы сказал ну да не может быть там может 90 ну потому что во первых у меня высокий рост но у меня с перестала нравится мой большой живот скажем так называлась беременной вот конечно это не смешно говорят полюби себя там я перепробовала все и аффирмации полюби себя я люблю себя вы знаете как я себя обожаю я себя люблю я благодарна себе за всю свою жизнь за все что со мной происходит за семью за детей за все что в моей жизни встретилась на моем пути я за все благодарна может быть тоже в этой ситуации мне кто-то не поймет но я обожаю жизнь я ее люблю такой какая она есть я принимаю свою жизнь и я принимаю себя такой какая есть пусть молодости были сопротивления сегодня я счастливый человек потому что все что со мной происходит мне очень даже нравится вот и посмотрев этот ролик толком даже не узнав всего просто узнав что это есть и что это обозначает 26 числа вот я себе думаю в среду приму там по церкви да церковно есть такое среда пятница если не посты там какие-то там сорок дней два дня там неделя не важно ну вот среду пятницу рекомендуют я еще по своей колокольни знаю среда сирота это за семью если вы хотите что в семье все было благополучно чтоб наладживалась сюда чисто эмоциональная семейная гармония любовь счастья здоровья то в принципе среда относится к семье и естественно я это хотела применить к среде пятница я скажу но это тоже уже получается секретики открывается до пятница это для тех кто бы хотел чтоб решились вопросы муж пьет и для вас эта проблема очень серьезная проблема вот допустим бьет пьет и там нужно пробовать в пятницу делать разгрузочные дни потому что пятница пьяница и вы уже жертвуя чем-то вы получаете взамен мне всегда не нравилось слово жертва потому что я всегда слышала там люди убивали там резали вены и все остальное сегодня я понимаю что такое жертва это время это ваше желание это терпение это проявление силы воли вот это ваша жертва понимаете любовь ваша допустим какому-то если я там молюсь читаю мантры значит я даю это любовь я отдаю свет души я посылаю понимаете вот когда я читаю мантру не отключение что у меня крылья вырастают они раскрываются над всей территории над приднестровьем над террасполем и вот это ощущение вот этой жертвы ты понимаешь что ты даешь и ты получаешь взамен и вот так же самое здесь вы жертвуете своим временем вы жертвуете тем что вы хотите кушать но это удовольствие должно быть и вы когда что-то делаете вы естественно грите я делаю это для того чтобы в семье было то-то то-то чтобы это было то-то то-то да как бы вы уже даете задачу вселенной жизни даже это получается вселенная она живут здесь не то что мы там смотрим на небо и просим просить надо сюда все что мы делаем положите руку себе вот сюда вот сердечная чакра я когда говорю положите руку на сердце почему-то человек сразу ложит сюда я всегда говорю ложите вот сюда по центру чакра анахата да вот и все мы смотрим сюда и я когда встречаю какие-то ролики там индиго или еще что-то я всегда говорю я бы сказала что я думаю как он но я не скажу потому что он моложе меня и значит он думает как я просто он может это выразить он может это преподнести людям рассказать и у меня вот в глубинные такие вот все внутри есть а вот вынести это рассказать у меня не получается может тоже какие-то курсы надо пройти вот и скажем так что пришло время двадцать шестое августа даже не видя что там какая луна что я себе принимаю решение что я хочу приобрести тот вес который я хочу ну думаю я это сделаю со вторника на среду двадцать седьмой на двадцать восьмое чтобы среда была у меня по 100 скажем так что такое сухое голодание это без еды и без воды я не понимала выдержу я это или нет но в три часа дня я покушала в понедельник 26 числа и я есть не хочу я понимаю что у меня сознание срабатывать что я уже есть не буду вы понимаете настолько внутри в меня что-то вцепилась и я поняла что меня какая-то сила ведет но я понимала что три часа в три часа утра 30 и это 36 часов обратите внимание сухое голодание 36 часов приравнивается к трем дням голодания я когда-то делала полтора года по малахову три дня в месяц я придерживалась голодания там девятые лунные сутки нет 11 до 9 11 14 и вот эти 14 они приравниваются тоже к трем дням голодания и получалось что 14 лунные сутки тоже не пьешь воду но там говорилось 24 часа все эти три дня я это соблюдал и я естественно когда услышав про сухое голодание я вспомнила этот метод я тогда в 97 похудела на 72 с половиной и меня люди кто встречал все спрашивали света ты что заболела света ты что заболела но с того дня я говорю я пробовала я эти лунные сутки я ну вот не получается все и вот здесь я к чему веду к тому что я рисовала нейрографику я встретила первую нейрографику я создавала цель и то что я прописываю там на бумагах но в тетради допустим это одно я стала рисовать нейрографику создавая то что я хочу и вот в первый мой рисунок получился очень такой огромный я имею ввиду много фигур настолько насыщенный я устала я рисовала больше четырех часов и там у меня было заложено все что это мне очень хочется то что я прописывала это было прорисовано и вот что я говорю с того момента как это прошло даже месяца нету может и есть я в принципе надо будет посмотреть когда я первый рисунок нарисовала вот и произошла эта ситуация я встречаюсь хое голодание посмотрев ролик я практически день-два я не знаю точно потому что есть если честно я даже на тот момент не понимала что это произойдет я даже поэтому и не писала и ничего не говорила потому что я понимала что я даже не выдержу эти сутки и вот я в три часа перестаю кушать в ролике он говорил о шести часах но опять же слушая себя и понимая что если я поем шесть часов через час я попью воды но обычно после еды мы всегда хотим воды но я стараюсь не пить сразу воды полчаса час я пью воду поэтому поев три часа я понимаю что это рано я просто делаю свое дело я в шесть выпиваю стакан воды и и думаю в шесть тоже для меня рано и в шесть утра не буду пить стакан воды я не могу я всегда почему-то заставляю себя пить воду люди пьют я не могу я в семь вечера пью еще один стакан воды все понимаете это было первый мой день когда я входила потом я эти сутки мысль о еде у меня даже не всплывала 36 часов но у меня появилось желание мысли я так понимаю что произошла стрессовая ситуация по отношению к воде сказать что я сильно люблю люблю воду пью воду нет но я очень много пью чая и воду я просто ношу с собой если выхожу в город там глоток 23 зависит от ситуации выпиваешь получилось что у меня все мысли стучали только пить 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 я так думаю может быть вот это именно вода переключила мое сознание мое внимание на воду и у меня даже не выходило слова кушать но я смотрела ролики продолжала нашла еще один и там играет еще одна важная один важный момент правильный выход но у меня было есть одна проблема правильный выход еда яблоко банан почему-то она темнеет это на улице тучки пасмурно я у окошка сижу вот и допустим когда я съем на голодный желудок яблоко у меня какая-то боль такая ноющая ноющая и я понимала что фрукты я на голодный желудок никогда не ем я могу выпить чай потому что потом съесть яблоко банан что-нибудь но мне пришла идея вы понимаете я в компании пелго компания пел это витамины нового поколения они не запиваются водой их кушай в любом месте под язык поставил малая капельница драже называется умное питание питание для клетки энергетически заряженный продукт сертифицирован халяль кашрута в общем все я понимаю что это чистый продукт и я утром просто встаю и самое первое что я делаю я беру grow витамины 320 антиоксидантов и релакс это сильнее стресса потому что я понимаю что у меня произошел стресс вы себе даже не представляете как я себя чувствовала я попила воды чашечка стакан воды я выпила чашку чая я целый день больше ничего не ем естественно я в обед опять беру grow в себе витаминочку и уже вечером дочка мне средняя говорит мам ну может надо уже начать кушать а у меня нет даже желания пить пью потому что у меня стресс произошел по поводу воды а еды нет вот вечером я пошла к дочке в гости к внукам навестить они там как раз ужинали я говорю смотри маме яйцо вот я съела яичко пришла домой я еще раз взяла витаминки и легла спать на следующий день я опять утречком съела вареное нет я встала опять витамины нашей компании ПЛГО чаек наш вы знаете супер наши чаи и наши это вот и практически получилось что я голодала два с половиной дня но чистый голод у меня произошел сорок часов без воды у меня произошло тридцать шесть часов как то вот так и когда я встала на весы у меня сто шесть я была в восторге восхищении удивлена но я понимала что когда даже мы что то пробовали потом этот выход и ты начинаешь кушать у тебя определенный вес все равно возвращается и у меня вернулся килограмм стало сто семь было сто шесть с чем-то а стало сто семь с чем-то сто семь я не помню пятьсот или двести я писала где-то там у меня записано вот и получается что я вернулся но вернулся килограмм еще рассказывала знакомым мне говорят три шага назад потом шаг назад получается два назад один вперед но сам факт что вес у меня меньше и я себе так подумала ну все второй раз я приурочу к среде не получилось все таки мой организм взял понедельник не знаю почему естественно я в понедельник опять часа четыре я правда покушала не в три в шесть я опять выпиваю воды где-то в пол седьмого я по-моему съела банан потом я беру витаминку релакса витами ну короче от паразитов я взяла релакс от стрессов я взяла витамин игру вот и чистка крови да вот чтоб аллергии не было все остальное вот я это все скушала выпиваю еще стакан воды в семь часов вечера вы знаете я сегодня утром встала в семь утра я воду выпила в восемь утра мне не стучало в голове вода вода пить о еде я даже и не говорю но я выпила в пол восьмого я выпиваю стакан воды в восемь я выпиваю стакан чая тут же я съедаю витаминку гроу и релакс потому что ну мы понимаем что нам нужно первое что делать сухое голодание самый главный момент я упустила почему возможно мой организм схватился за это потому что он чистит трубы он чистит энергетические каналы он убирает страхи блоки ограничения это то что допустим что бы я не делала возможно у меня не получалось до конца это где-то глубинно сидел а я понимаю что я хочу чистить свой ментальный план я хочу это как жесткий диск все что мы на компьютер на жесткий диск записываем вот так и у нас все наши ситуации информация обиды все у нас идет на ментальном плане а так как я опять же повторюсь что я целительством занимаюсь на протяжении 27 лет я изучаю очень много направлений и мне все равно если человек сказать что он там 50 а вы кто-то меня посмотрите на 27 лет главное результат понимаете что бы там человек не изучал я скажу так если ему это приносит радость удовольствие если он я не скажу что я там здоровая всю жизнь была я всегда говорю экстрасенсы тоже болеют целители тоже болеют и зачем это скрывать и говорит я там здоров важно не то что ты болел а важно то как ты вышел за какой период ты выходишь из всей той ситуации и насколько серьезные у тебя эти проблемы у меня нет серьезных проблем я благодарю Господа я благодарю вселенную а все мелочи это всего лишь наши уроки это всего лишь наши испытания и если поначалу ты переживал плакал а за что у меня почему Господи я тебе молюсь то сегодня я говорю Господи благодарю за все и благодарю за то что это то с чем я могу справиться это для того чтобы я могла познать себя познать ту силу те способности возможности наверное да чем я пользуюсь так же самое те же витамины Эплго они дают информацию на них как на гомеопатии налаживается информация и то что я хочу получить заменить вылить вылить с ведра вылить грязную воду и залить чистую прозрачную кристаллизованную да вот вот я делаю то же самое сейчас получается с собой и мой организм мое сознание в это вцепилось понимаете и я не могу не поделиться потому что возможно кто то услышав меня тоже захочет повторить если что надо я подскажу мантры все равно мы применяем мудры мы все равно применяем потому что это помощь нам афирмации медитации это все таки настраивать наше сознание подсознание они мне и привели к этой встрече с сухим голоданием они привели меня к нейрографике которая практически помогает исполнять все ваши желания вот и нейрографика сработала именно с этого направления о том что я все таки хочу постройнеть вот и теперь я понимаю что она мне приведет и к другим то что я прорисовала обозначила я и там получу вот и я об витаминах наших компаний полго что они дают как раз ту информацию здоровья чистоты красоты наполненности именно клетка получает все необходимые витамины я понимаю что мне яблоко просто с магазина не надо потому что яблоко тоже чем-то обработано чтобы оно лежало чтобы сохраняло что-то потому что я в первый раз я себе и арбузы и бананы но все равно были первые наши витамины и полго потом я все равно включила и у меня был выход это неприятный да скажем так с туалета не выходило я понимаю что может быть это арбуз сыграл но это было сутки потом это прошло то сегодня у меня этого нет потому что я ничего не включила с магазина я просто кушаю продукт компании полго я пью чай я пью кофе компании полго если вас интересует это все направление это все есть на ютубе вы посмотрите что дают наше кофе что дают наши чаи и что дают наши витамины поэтому совместив сухое голодание с витаминами компании пиел с чаем и вот мой второй заход опять не среда опять понедельник позавчера и получается я сегодня опять я не кушаю я поел витамины я попила чай кофе еще не пила вот сейчас запишу ролик пойду выпил нашего кофе-американа алтайм или алтайма как альтими вот я еще не могу эти слова правильно сказать нужно наверное тренироваться чтобы говорить но кофе-американа компании полго и для похудения оно способствует и для памяти там и оказывается у кого давление повышается наше кофе не повышает ну вот почему не пробовать то что ну супер идеально да поэтому я считаю что у меня выход правильный и естественно я в течение дня все равно варю себе яйца вкрутую я кушаю потому что ну не хочется сразу наполнять свой организм чем-то хотя если бы это было раньше я бы уже кушала там что-нибудь там салаты я бы себе уже яйца жарила вы понимаете и я восхищаюсь собой своим состоянием внутренним и я понимаю что теперь когда это будет третий раз это будет еще легче и я естественно хочу выдержать два дня попробовать два дня я не говорю что это будет но я хочу делать выход в четверг я все-таки оставляю во вторник просто вот я сегодня среда я понимаю что я не хочу кушать я понимаю что я начинаю пить там потихонечку кушать витамины и так чисто для поддержания вареное яичко потому что яйцо это жизнь как бы там не было все равно яйцо это жизнь для меня в моем понятии опять же никому не навязываю свое мнение я просто всего лишь рассказываю и получается что в этом видео я рассказываю и о витаминах компании и о сухом голодании и о нейрографике и о том что я целитель уже с 27 летним стажем и у меня очень много наблюдений в жизни очень многим людям я помогла и я благодарна судьбе что есть люди кому я помогла решить очень серьезные вопросы проблемы поэтому здесь все зависит от самого человека вы знаете вот все что со мной должно произойти зависит абсолютно от меня и все что должно произойти с вами зависит абсолютно от вас и получая любую информацию можно кушать мясо нельзя кушать мясо нейрографика сухое голодание слушайте себя понимаете послушайте себя вы можете попробовать понаблюдать единственное что я могу просто вам дать совет чтоб не было стресса не было напряжения в организме подключайте продукт компании пел релакс гроу перед тем как войти не надо ставить клизмы не надо пить касторку не надо там два пальца в рот многие люди применяют разные чистки и еще и как они говорят что кому что подходит там по дошам вот я не проверяю свою дошу мэлс альт паразиты чистка крови чтобы вас не тошнило не было плохо вкусно обалденно гроу релакс витаминами наполняете свой организм все клеточка ваша открывается питается релакс это стресс депрессия страхи фобии это расслабление это йога вы понимаете я всегда на наш релакс говорю это когда человек посидел в медитации йог да он сел он стал в гармонии в балансе вот наш релакс он делает то же самое вот это вот я применяю я увидела результат увидела результат внутренней души своего сознания свое подсознание я нашла свой путь понимаете но благодаря тем что я посмотрела ролики других людей они пошли своим путем им тоже свой путь нравится и я их благословляю потому что это их путь им приносит радость и удовольствие я ни в коем случае не хочу сказать что они не правы потому что мы можем быть десять человек мы можем жить на одной площадке вот дом квартира и вот площадка четыре квартиры и один человек может жить в раю другой может жить в аду а мы живем на одном этаже вот соседи две квартиры поэтому все зависит вот от нашей души от нашего настроя от нашей гармонии в душе от любви к миру к жизни от принятия жизни принятия себя и когда у нас что-то не получается просто не плакать не расстраиваться а понимать что вселенная нас проверяет если я чего-то хочу и мне сегодня это не получилось значит вселенная она подкидывает мне такие уроки если я их прохожу она понимает что да я хочу это я прошла то что она мне дала я прошла оставшись человеком вот это самое главное естественно она дает мне то что я могу применить в своей жизни вот я не люблю длинные ролики у меня уже 40 минут поэтому больше чем урок в школе это я не сделаю потому что это все-таки нагрузка для человека вот и скажем так что сегодня я уже сто пять килограмм сто десять пятьсот и сто пять для меня это чудо для меня это божие благословение я от души от души я благодарю господа что он мне послал встречу с нейрографику встречу с сухим голоданием и самое главное что он мне послал встречу скажем так лет так двадцать восемь назад даже я не скажу это лет так двадцать четыре двадцать три мне было это почти тридцать лет я так скажу знание экстрасенсорики целительства желание изучать познавать и что самое ценное главное что он меня привел в компанию полгу где я могу получить те витамины которые действительно наполнят мой организм мою клеточку нужным питанием нужными макро микроэлементами которые нужны моему организму и мой организм это принял если так разобраться неделя пять килограмм и даже если я вот сейчас начну кушать у меня там будет пять пятьсот уже допустим да в четверг я завтра вот взвешусь уже я буду понимать что я потихоньку начинаю кушать вот и я потом я всю неделю взвешивалась и я же кушаю я уже кушаю там борщик я уже кушаю плов и я кушаю мясо я вам так скажу но у меня вес не поднимался вот он как поднялся до сто семь сто семь двести да после первой первых моих действий первого этапа я так скажу вот он все равно потом пошел на сто шесть и шесть и как бы так и держалась сто шесть и шесть и вот вчера уже это начав я вечером естественно перед сном проверила у меня сто пять там и сто или двести сегодня опять сто пять сто как бы получается что за ночь ты ничего не теряешь ну естественно все равно лучше не кушать и попив воды уже выпив чая уже скушав яичко витамины я даже не говорю о них потому что это самое первое что я приняла чтоб записать новую информацию на свой жесткий диск на свое ментальное поле правильную информацию я встала на весы у меня те же сто пять поэтому я завтра уже потихоньку опять же начну там кушать свои любимые блюда борщик мясо омлетик и тому подобное я ни в коем случае не буду отказывать себе в своих любимых блюдах потому что я пришла на эту жизнь получать удовольствие восхищаться тем что есть в этом мире что господь все что есть в этом мире и включая деньги это все бог раз все создано это все бог а уже как человек использует это сугубо его личное дело во зло или в добро потому что нет другой силы нет силы зла есть единая сила божественная сила это опять же мое мнение но человек может этой силой как навредить так и помочь значит получается что все делает человек сам так что вот такой вот получился насыщенный ролик видео обо мне меня зовут Светлана я честно сейчас вспомнила что я не сказала я Светлана я управляющий директор компании Пиел сказать что у меня все идет по маслу не идет потому что то что в жизни я всего получается хочу я получаю но что касается финансов у меня затор поэтому вот это все оно пошло в одно я понимаю что финансовая грамотность я только сейчас начинаю изучать я начинаю читать литературу я начинаю слушать ролики я начинаю все это это мой организм полностью перестраивается мое сознание все перезаписывается поэтому вот это сухое голодание нейрографика витамины компании Айпелго пришли ко мне вовремя все пришло вовремя я практически верю что я становлюсь новым человеком с новыми знаниями с новым мышлением но мне нужно это конечно перестроиться убрать потому что ограничений море а ограничения они создают нам препятствия а я хочу развиваться у меня цель в компании Айпелго вырасти поэтому начнем с таких малых шагов чтобы не было проблем препятствий и тому подобное поэтому благодарю вас за внимание я вас всех люблю я обожаю жизнь я благодарю жизнь за все что со мной происходит даже вот за youtube что есть такая возможность поделиться рассказать конечно нету мне времени рассказывать часто если честно даже не бывает такой причины чтобы о чем-то говорить о себе я имею ввиду я могу рассказать о витаминах я могу рассказать еще о чем-то но именно о себе как-то даже какие-то комплексы были и вот тут я сейчас разговариваю он уже 44 минуты время уходит а я еще говорю это нейрографика это схой голодания витамины компании полго так что я вас люблю благодарю если вам нравится ставьте лайк сейчас так все говорят на ютубе я так скажу если есть какие-то вопросы пишите под видео будем общаться так что всем все пока сейчас дождусь 45 минут это цифра 9 обожаю цифру 9 и выключаюсь а вы посмотрите подумайте интересуют витамины регистрируйтесь в компании полго и будем вместе заниматься сухим голоданием и правильным входом и выходом понимаете и будем молиться мантры читать мудры делать создадим общество единомышленников по правильному питанию здоровью и жизни всех благ вам благодарю вас за все благослови вас бог на все что вы хотите удачи всем и о о о о о о о Продолжение следует...